Всем привет! Линейка Legacy довольно-таки неплохо начала развиваться, причем как в худшую, так и в лучшую сторону. Что ж, а пока выходит новая серия Legacy United, я предлагаю рассмотреть первооткрывателей данной серии, конкретно в сегодняшнем выпуске это будет Legacy Evolution Voyager Class по вселенной Transformers Prime Bulkhead. Что ж, если мы будем говорить о коробке, то коробка довольно-таки красиво выполнена, здесь я поспорить не смогу. Выполнена красиво, но она опять же-таки сделана в сторону экологии, то есть она довольно-таки непрочная и при неудачной транспортировке может легко помяться. Но дизайны этой коробки все равно очень отличные. Здесь также имеется фишка с QR-кодом, он сканировал, в который вы можете получить информацию о данном персонаже и не только. Здесь у нас светится неплохо его альтмод, надпись Legacy, надпись Трансформеры и то, что это по вселенной Прайма, а персонаж Bulkhead. Сзади у нас имеется разворот фигурки и альтмод, который благополучно залепили, и 30 этапов трансформации указано к этой фигурке. В комплекте шла вот такая вот инструкция, она довольно-таки самая обыкновенная, здесь у нас указаны этапы трансформации и прочее-прочее. Но я думаю, что это никому не интересно, но она здесь есть. С самой фигурки предлагаю начать с альтмода, ведь альтмод здесь действительно неплохой. Во-первых, это, конечно же, дизайн, довольно-таки интересный, и хотя он не похож на то, что мы видели во вселенной Трансформеры Прайм, он выглядит очень даже неплохо, и здесь у нас что-то между Трансформеры Анимейтед и Трансформеры Прайм, ведь если мы вспомним, что Трансформеры Анимейтед, то в действительности альтмод очень смахивает на то, что было там. Также приятной отсылочкой является то, что данный альтмод напоминает наш отечественный КАМАЗ. Уж не знаю, отсылка ли это или нет, но как минимум субъективно, по-моему, довольно-таки похоже. Что ж, помимо всего, давайте рассмотрим детализацию. Во-первых, спереди у нас кабина, и здесь даже прорисованы, точнее проскульптированы, внимание, дворники, что очень-таки интересно. Фары, лебедка, инсигния автобота, зеркала, здесь боковые стекла, конечно же, двери проработаны, запасные колеса проработаны. По передней части это все. Далее вот такие вот колеса. В принципе, они черные, хоть и простые, но выглядят довольно-таки уместно, на мой взгляд. Здесь у нас идет бензобак, который, к слову, пытается закрыть его ноги. И хотя, возможно, кому-то это покажется странным, но, по-моему, это не бросается. Во взгляд так сильно, и как будто это элемент альтмода, так что опустим это. Сзади у нас имеется такой пантен, который накрывает весь автомобиль, грузовик, точнее наш. Здесь такой вот кузов имеется, пэги для различных оружий, возможно, даже для миниконов. Кто знает, может, это намек на армаду. И сзади довольно-таки тоже неплохо выглядит, закрыто. И сейчас мы поговорим с вами про weapon storage. Если мы отцепим кабину, а нам ее можно отцепить, то мы увидим такой вот weapon storage. И здесь у нас его булава и его мини-ган. К слову, он действительно маленький, так что вполне оправдывает свое название. И без накидки грузовичок выглядит все равно более-менее целостно. И при вашей фантазии можно сделать открывающиеся ножки. Но это уже тоже субъективно на вашу фантазию. Снизу у нас, в принципе, чисто все закрыто. Прозрачный элемент, элементы машины и, возможно, только немного ноги. Но это, опять же-таки, не бросается в глаза. И, то есть, Altmod полностью справился со своей задачей. Он похож на автомобиль. Предлагаю приступить к трансформации. Кстати, напоминаю про свой канал на Дзене. Ссылочка в описании. Подписывайтесь, ведь там выходят эксклюзивные видеоролики. Приятного просмотра. В итоге мы с вами получаем довольно-таки целостностную модель Балкхеда. И знаете, что могу сказать про дизайн? А что довольно-таки неплохо он выглядит. То есть, здесь имеются элементы G1, элементы Праймовского Балкхеда и элементы Балкхеда Анимейта. То есть, получилось скрестить три в одном. Что довольно-таки неплохо. Пару слов о трансформации хотел бы также добавить. Что она, как вы могли заметить, довольно-таки интересная. В некоторых местах немножечко сложненько. То есть, некоторые элементы немного туговаты. А некоторые, наоборот, довольно-таки интересно собирать. Ну, то есть, будет интересно трансформировать данного персонажа. Предлагаю поговорить про аксессуары. А именно, это у нас вот такой вот щит. И он же накрытие в альтмоде. У булава, которая дается ему в руку. Выполнена довольно-таки неплохо. Проскульптирована отлично. И реально напоминает то, что было в трансформерах Prime. Такой вот мини-ган. Из прозрачного пластика. И, наверное, он является в серии Energon Weapon. И так говоря о дизайне, он довольно-таки неплох. Чего только стоит его хедскульпт, который похож на голову из трансформеров Prime. Действительно. Его грудная часть хоть и квадратная, но выглядит он от этого не менее грозно. И, как мы понимаем, в трансформерах Prime он был такой немножечко кругловатенький. А здесь же ему придали квадратную форму. Но, по-моему, это ему даже пошло больше на плюс. По-моему, посередке у нас, конечно же, инсильный автобот. Тоже видны фары. Отлично проработаны и прокрашены ноги. И хотя они отлиты из зеленого пластика, но они покрашены в серебристый металлик. И будьте осторожны, они со временем могут стереться. Так что сильно много не держитесь за эти места. Будьте, как говорится, осторожны. Снизу ноги проработаны тоже неплохо. И здесь у нас даже, как у Optimus Prime, два колеса. Пэк для оружия. Ступни выполнены тоже вполне себе неплохо. Сзади он смотрится, в принципе, знаете, чисто. И спина неплохо выглядит, и ноги. Но вот эта вот часть все-таки смущает. И, чтобы это исправить, мы просто одеваем его щит. И да, спина становится защищенной. Теперь данного крепыша не пробьет ни одно оружие 10-тиков. Также очень приятно, что как в Prime, не забыли про колеса сзади. Это тоже довольно-таки крутая отсылочка. В общем-то, про спину, наверное, поговорили. Давайте посмотрим, куда можно закрепить оружие. Вариации того, как можно закрепить оружие, действительно большие. Его можно закрепить на руку. Можно дать на руку, как реальный мини-ган. На мой взгляд, самый лучший вариант этого крепления. По-моему, поставить ему на плечо, и эта пушка выглядит просто офигенски. У него на плече, ну, серьезно. Посмотрите на этот дизайн. С ним выглядит гораздо мощнее. Мне кажется, будет разваливать кабины всем. Даже Мегатрону. Лаву Балкхеда можем дать ему только в руку, открыв ее, и вот так вот, закрепив у него на руке. Выглядит она действительно грозно, довольно-таки массивно. И, ну, прям-таки не видно всю ее мощь. И здесь даже есть пэк для того, чтобы, во-первых, закрепить в альтмоде, и чтобы батл-эффекты тоже можно было закрепить. В итоге фигурка-то реально у нас очень неплохая ушла. Отличная детализация, отличный альтмод, отличные аксессуары, отличный дизайн, хорошая подвижность, хорошие шарниры и прочее. В общем-то, цвет отличный, дизайн отличный. Он, причем, как повторяя дизайн Прайма, анимейтеда, и при этом вобрал в себя еще немного Дживановского персонажа, хотя его там и не было. Ну, что могу сказать. Эта фигурка Voyager класса. Стоит она довольно-таки недорого. И если вы ее еще не приобрели по каким-то причинам, то крайне рекомендую себе в коллекцию взять этого персонажа. Потому что он хорош как фанатам мультсериала Трансформеры Прайм, как фанатам этого мультсериала Анимейтед, так и просто любителям отличных фигурок Трансформеров. Ведь он действительно полностью оправдывает свою стоимость. Что же, всем любителям Трансформеров я не говорю пока, а увидимся еще. Ждем новый ролик. До новых встреч. Ставьте лайки, пишите комментарии, чтобы продвигать мой канал, если вам нравится мой контент. И в будущем ждем еще обзоры. Дам небольшой спойлер. У меня есть фигурки по Эртспарку. Скоро будет также Оптимус и потом еще один Оптимус. Ну, а какие вы гадаете? А я с вами не прощаюсь. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой Дзен, Телеграм, ВК. Всем удачи. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!